Мира нам! Сегодня 24 января 2024 года. Уже все обсуждают трагедию, которая произошла в Белгороде. Разбился самолет Ил-76, на котором было... Ну, цифры идут разные. 74 человека. Из них 67 было пленных украинских азовцев. И влетело в самолет три ракеты. Второй самолет, увидев ситуацию, развернулся. Во втором самолете было 80 наших украинских пленных. Сейчас идет следствие. До этого украинские ВСУ радовались о том, что сбили самолет российский. И тут узнаем, что, оказывается, этот самолет был с нашими военнопленными. Россия подтверждает уже, что все-таки это были наши украинские ВСУ. Влетели ракеты в самолет. В общем, сейчас идет следствие. Точно пока не хочу говорить. Но если это были все-таки наши ракеты, тогда вопрос. Украина знала, что будет обмен. Украина знала, что самолетом будут доставлены наши украинские военнопленные. Кто отдал этот приказ? Если это, опять-таки, если это подтвердится, кто отдал этот приказ? Потому что, насколько я знаю, все приказы, которые у нас исполняются, они безнаказаны. Все, что творится с нашими ребятами в ВСУ, как они погибают, как их подставляют командиры, это все безнаказано. Все, что творится во Владе, как они воруют, и от этого гибнут наши ВСУ, это тоже все безнаказано. Мы, родные 36-й бригады, сколько добиваемся возвращения наших военнопленных, и это просто для нас троедия. Я, как гражданка Украины, это моя позиция. И я скажу так, мне все равно, кто как на это будет реагировать, но я скажу. Зеленский, наш президент, обязан сесть за стол переговоров, прекратить войну, прекратить кровопролитие. Мира нам всем!